Жан, Жан, вот тебе такой вопрос. Что ты обычно используешь для планирования дела? Ручку или блокнот или какое-то приложение на смартфоне? Вообще, ты знаешь, если какое-то короткое напоминание, небольшое, купить что-то там, хлеб, например. Я ставлю себе хлеб, пишу, он в какое-то время, когда я буду выходить, он меня отмечает. А если какой-то список такой идешь, когда в магазин, то писать в магазин, в смысле, там, сметана, молоко и так же. Мне легче написать на бумажке. Я потом беру ее, вкладываю, в кармане, в кошелек кладываю, в кошельке, вот так, сметану взял-то взял. Мне так удобнее. На самом деле, я тоже, но несмотря на огромное количество различных планировщиков, электронных блокнотов и других программ, записывание от руки может принести больше пользы, чем печатание на клавиатуре. Вот-вот я о чем говорю. Действительно, по результатам исследований Норвежского университета, в процессе письма от руки работает большее количество участков мозга по сравнению с процессом печатания на клавиатуре. Один из экспериментов включал в себя две группы людей, которым было поручено выучить новый алфавит, состоявший из 20 букв. Первая группа использовала письмо от руки, а вторая – клавиатуру. И что же вы думаете? После тестирования двух групп спустя шести недель было выяснено, что первая группа показала лучшие результаты запоминания новых букв, чем вторая. Отсюда и был сделан вывод, что запись от руки более эффективна для улучшения памяти, чем печатание на клавиатуре. Вообще, я с тобой согласна, да. Также обратите внимание сейчас на свой почерк. Изменился ли он за годы использования клавиатуры? Наверняка он стал хуже и менее понятным. Наверняка. И давайте сейчас узнаем, к чему может привести постоянное печатание и разучимся… А, и разучимся ли мне когда-нибудь вообще писать? Разучимся? Однозначно. С таким количеством смартфонов и заметок. Давайте посмотрим сюжет. Вот, пожалуйста, опять. Ноутбуки, планшеты и электронные редакторы давно затмели ручки и карандаши. Между тем, обычный бумажный блокнот может принести мозгу гораздо больше пользы. Вот несколько фактов, которые доказывают, что писать от руки действительно полезно. Прежде всего, когда мы пишем от руки, то активизируется именно та часть мозга, которая отвечает за концентрацию и фильтрацию информации. То есть, когда мы записываем, пишем от руки, то когда пишем, то есть мы фильтруем информацию. То есть вот эта информация нам нужна, а вот эта информация мне не нужна. Сравнивая рукописные дневники пациентов и новые, напечатанные на клавиатуре, психологи заметили большую разницу в способности формулировать свои мысли. Нам удобнее сейчас печатать на клавишах, на компьютере быстро-быстро. И мозг к этому уже привык, ему это удобно. А наш мозг, он очень людивый. Он не хочет прилагать какие-то усилия. Изменять, меняться мозгу ему неохота. Ему гораздо легче именно работать более таким, с привычными условиями. Многие известные личности предпочитали писать романы и пьесы от руки даже тогда, когда их коллеги пересели за клавиатуру. К примеру, Капоте признавался, что, начиная работать над новым романом, всегда делал записи ручкой и только потом перепечатывал текст на машинке. Именно те люди, которые, дети, умеют писать письма, красиво излагать свои мысли, то они могут излагать свою мысль через речь. У кого, правильно же говорят, того, что нет на уме, того нет и на языке. То есть они могут быстро отвечать экспромтом, они более ярко выражают, излагают свои мысли. Также ученые проводили множество исследований, которые показали, что писать от руки имеет множество положительных свойств. Ученые, по-моему, Австралийского университета ставили эксперимент. То есть они делали порезы на руках у детей, у взрослых людей и делали эксперимент, что те люди, которые записывали, писали каждый день, то у них раны заживлялись быстрее, у 70% испытуемых. Потому что в этот момент, когда мы двигаемся руками, то снижается уровень стресса, уровень гормона кортизол. Кортизол – это гормон стресса. И с другой стороны, самое важное, когда мы пишем, у нас всегда идет тренировка мозга. И еще один момент. Ежедневно тренируя свой мозг, вы можете предостеречь себя от заболевания Альцгеймера. Пенсионного возраста люди, которые пишут рецепты, помните, когда мы раньше бабушки, наши тети, мамы записывали, то у них больше сохраняются когнитивные функции мыслить, думать, читать и так далее. Несмотря на то, что гаджеты прочно вошли в нашу жизнь, все же стоит проводить тренировки рукописных навыков. Ведь это очень важно для нашего мозга. Слушай, на самом деле, такой познавательный сюжет. И я вспомнила, что когда я училась в школе, и все, что я записывала, например, если мне нужно было выучить стихотворение, а у нас препод была по литературе вообще просто. Она, конечно, крутая. Жесткая? Очень жесткая. Она нам столько задавала этих стихотворений, может, поэтому у меня такая память хорошая. И, в общем, меня не слышно. Типа птичку пола. Меня плохо слышно, да? Я тебе все сделаю. Ладно, ты сам, ты пока можешь сам поговорить. Хорошо, за тебя тоже? Да. Нет, ну действительно, нет, ну действительно, мне кажется, описание, в смысле, от руки, авторучкой, мне кажется, очень полезная вещь. Конечно, раньше еще было, что перьевые ручки, но, в принципе, даже шариковая ручка, и, мне кажется, почек всегда нужно тренировать. А потом, действительно, от этого улучшается память, потому что я помню, что когда были такие педагогические вообще эпизоды в моей жизни, когда я работал в театре, ну, на спектакли еще ты ставил, да, то всю роль я переписывал руками, переписывал руками. Микрофончик-то при нем, при нем, слышно меня, слышно. Как ты думаешь, роль я переписывал руками и запоминал их лучше? Вот, и точно так же про стихотворение. Собственно, ты понял, о чем я хотела сказать и практически закончил мою мысль. Запоминается лучше, а вот то, что даже раны заживляются быстрее, это вот прикинь. Это совершенно, да. Я смотрел на ту петличку, которая не была. Которая падала, петличка, которая падала. Нет, ну, дело в том, что сейчас во многих школах, оказывается, даже не преподают, чтобы чисто писание, они пишут часто, многие пишут печатными буквами. Серьезно? Серьезно. Ну, в целом, всегда было вот это вот непонимание более старого поколения, то есть нас уже, да, в общем, это нормально. Тут ты неправильно сказал более старого, более старшего поколения, скажи. Ну, ладно. Конечно, мне будет больно от того, что моя дочь, например, не сможет писать прописными. Пока, да, она пишет печатными. Вот. Но пока она еще и в школу не пошла. Ну, ты учи ее. А школа для чего? Как школа для чего? Давайте посмотрим рекламу, мы пока еще обсудим с Жаном наше мнение о школах и так далее. Пока реклама на телеканале Алматы. И вообще... Сегодня в нашей студии путешественник, музыкант, предприниматель. Вообще зовут его Мирхат Катауф, но мое поколение его больше знает как диджей Мирха Катоя. Ну нет, не то, что твоя поколение. А, все вспомнили, да? Кто на него подписан? Ну и те, кто на него подписан. Итак, Мирха, заходи! Как мало мы потанцевали. Теперь ты путешественник. Ну, это так спонтанно вообще все случилось. Но путешественник необычный, да, вот в обыденном... Не, ну это как, в смысле, это где-то лет восемь, наверное, вынашивал. Больше всего, наверное, страхи были. И потом, типа, ну это невозможно. Потом плюс от возможности. Невозможно что? Ты сел на мотоцикл и поехал прямиком в Стамбул. Да. И еще потом назад на этом же мотоцикле. Ну а что было все-таки в начале-то было? В начале же было то, что вы сели на мотоцикл, правильно? Не, ну, да. То есть вы давно увлекаетесь мотоциклом вообще? Лет восемь. Вообще с детства тоже как бы, но основной вот этот мотоцикл... То есть у вас была страсть к мотоциклам, да? Да, да. Потом у вас пришла мысль проехать от Алматы до... А что нам сейчас Даша говорит? До Стамбула, да? А именно почему такой, почему именно такой маршрут? Не от Алматы, например, там, до Дели или до Парижа, а вот именно до Стамбула? Да, это была максимальная возможность, чтобы не ходить с визами там пока что... А, ну да, безвизовые точно решили. На то, что вот способен наш паспорт, докуда доехать, я решил вот этот попробовать. Так, и сколько дней ушло? А я уже знаю 55 дней. 55 дней? 55 дней? А это немного? Немного ли нам? Нет, я часто останавливался, знакомился с многими, то есть потом очень... То есть многие люди, которых вот первый раз видишь, и сразу за один день неохота вот взять их, покинуть их, да? Просто хочется многое узнать. Я так поняла, ты даже у кого-то дома оставался, да? Расскажи, где ты вот, ну, как бы 55 дней, это, скорее всего, 55 раз где-то нужно было ночевать, правильно? Да, это первое время я в палатках ночевал, то есть... То есть вы с собой взяли снаряжение такое, да? Да, в палатках сидящие. Один, прям абсолютно один? Да, да. Не страшно в палатках, где-то тоже. Это даже круто, это лучший экспириенс просто в моей жизни. Нет, но для этого вы знали какой-то еще язык, английский надо, да? Английский, турецкий. Опачки, шапки. То есть меня там обмануть, короче, это вообще нон. Я же там много, кого хочешь обмануть. Наслсенс. И емель, тачикур. Вау, реально знаю, тут нравится. Дашка тоже, Дашка тоже училась, она больше ничего. Азмазку научирую на себя. Бераску на шмир, чок он еще. А, чок он еще. А, лыр, жеталам, тау. А, лыр, жеталам, тау. А, все, всем пока, мы на треску решили. Отлично. Ну, слушай, ты даже на турка похож. В целом. Ну, типа вылезаный. Либо сегодня ты сделал... Да, сегодня у тебя такая прическа. Первое время ты, значит, ночевал в палатках. Классный экспириенс, я бы в жизни такого не сделала. Я палатки, где вот у нас много-много рядом палаточек, вот в таких вот местах. А, ну это типа кемпинг называется. Да, кемпинг, но не вот дальше где ты ночевал. Нет, сперва были озера, потом уже начались эти заправки. Там уже когда степь-степь, просто, ну, как-то чуть-чуть... Было немного страшновато, и ближе подъезжаешь уже, там, договариваешься. Можно, я тут рядом лягу, просто и все. Но вообще такое в любом случае же было, какая-то такая нештатная ситуация, когда все-таки ты не доезжал до какого-то населенного пункта, и все-таки приходилось ночевать где-то в лесу. Да, да. Было такое, да? А было такое, что подъезжали, подходили, там, документики, все дела? Ну, это я уже когда до Батуми не доехал, короче, ну, уже ливни пошли. Мне надо было как-то быстро все вот разбить, все это дело. Ну, все равно, и, конечно, палатка меня немного не спасла, потому что там дожди были такие, что все пробило. Я в итоге в луже спал, короче. А не заболел? Нет. Это прям повезло. Ну, там теплый воздух. Какое время года ты ездил, получается, июля, август? Я с 8 сентября выехал, да, и 3 ноября я вернулся. Слушай, ну, достаточно холодное время. Нет, я вообще, я считаю, что вообще идеальное. Комфортно, да? Да, комфортно. Потому что в июле жарко, да, там, в августе, да, как и с собой. Я в июле спекся бы просто. А сентябрь, получается, октябрь, это, получается, как бы, бархатный сезон. Мы их называли бархатный сезон. Вот ты говоришь, с людьми ты там знакомился, которых не хотел покидать и так далее. Где я знакомился-то? Ну, есть, короче, такая тема, которую я во время путешествий узнал, это байк-посты. Я вообще про это не знал. Байк-посты есть? Да, байк-посты, то есть в Казахстане, в России и в Грузии. Только в Турции об этом вообще там нет такой понятия. Ага. Вот, к ним уже заезжаешь, они тебя уже заранее встречают, там, все, и там уже приезжаешь, узнаешь их культуру, как это все. И там, допустим, в России я вообще не знал, что такое Калмыкия, то есть что там находится Калмыкия. А, что в России находится, там находится Бурятия и Калмыкия. Через Волгоград, когда поезжал, я оказался в городе Элиста, я такой, думаю, что там храм, не понял. Столица Калмыкии, буддисты же они, да? Да, да, да. Для меня это вообще было удивлением, что я там в итоге на три дня остался. Я с собой, короче, мини-студию возил. А, это что? Я ездил, записывал звуки, ну, вообще разные, аутентичные, то есть там на этих местах интервью для себя там писал. Ну, чтобы это все как бы в небольшом документальном фильме. Ты когда попал в Калмыкию, думаешь, что-то рано до Китая, еще до коней, да, что такое? Откуда здесь получилось? Нет, в Калмыкии для меня это было открытие, и отличные такие ребята. А вот эти байк-посты, они государственные значения или нет? Нет, нет, это... Это кто-то, кто так и делал, да? Да, это частники, то есть любители и путешественники, то есть там останавливаются многие со всего мира, вот проезжают. Бывают там японцы, может, там аргентинцы, кто-то там. Вот аргентинец недавно проезжал, на всех же этих байк-постах останавливался. И мы уже начинаем друг друга следить, и за счет этого просто ностальгируют, хотя вот, ты туда заехал, это класс. Ну, конечно, объединится информация, да, это интересно. У нас здесь есть вопрос про донаты, наверное, не просто так этот вопрос был адресован тебе, значит, ты как-то, у тебя есть, это как, это где, это в ТикТоке? Нет, вообще, небольшая подушка у меня, то есть по деньгам было, но я понимал, что мне этого не хватит, потому что я на самом деле еду вообще никуда, просто не знаю, куда, что, зачем. Ну, естественно, как первый проходит для себя, имею в виду, первое время тратишь просто, ну, непонятно там, куда ехать, вкусно покушать, а потом уже начинаешь понимать, что все, надо было экономить. И уже где-то в Волгограде у меня деньги уже начали заканчиваться, и тут пошло уже донаты. Это как, это где? Ну, нет, в смысле, я просто говорю о том, что, ребята, вот так получилось, я бы очень хотел зацелить доедать. Через инстаграм? Да, через инстаграм, только в прямом эфире. Ну, в целом, мне сколько, миллион двести где-то задонатили. Шикарно, отлично. Это люди хотели просто посмотреть. Да, для них был целый сериал. Конечно, дальше посмотреть, куда доедет, как доедет, чем закончится, назад вернется, заболеет, не заболеет в конце концов. Да, вообще, да, потому что каждый раз, даже в те места, где нельзя было останавливаться, нужно было идти, отель, там уже не везде вот эти букинги работают, ты вот так ходишь, и давай там искать, и то все. Мирхак, ну, получается, смотри, когда отправляется кто-то в путешествие, да, вот у меня есть мои знакомые, которые ездили на машине еще лет 20 назад, они там по двое, по два-три человека уезжали в Европу полностью, но они примерно так вот расписывали себе. На это уйдет туда-то, отсюда-то туда, точный, конкретный план. 55 дней, мы отсюда едем туда, отсюда едем туда, на следующий день туда-то туда. У тебя такого плана не было. Вообще не было. Ты не знал, сколько ходишь, может, 20 дней, может, 50 дней, да? Вау! Ты смотри. А семья как к этому отнеслась? Ну, нормально. Если на тот момент у тебя была жена? Вообще, да, у меня, в смысле, есть жена и двое детей. Да, и дети есть у него, понимаешь? А ты сказал жене, я поехал, когда вернусь, неизвестно, ну так. Не, ну, я больше, в общем, дома и так нахожусь, когда-то, и я говорю, люди как бы вообще годами в командировку уезжают, ну, мне просто можно хотя бы на один месяц. Хотя бы на пять дней, я со мной 55 дней уехал. Не, ну, в итоге я до Стамбула, когда доехал уже, купил билет жене, и она прилетела в Стамбул, ну, там, шесть дней, и все, она улетела, и я обратно думаю, ё-моё, опять это дорога. Ну, правда, обратно, наверное, было уже не так интересно, потому что не ново, да, все это было? Не, обратно уже, наоборот, нужно было заезжать как раз в те места, куда я торопился, чтобы быстрее доехать до Стамбула. Ну, короче, такой спортивный был интерес. Ну, были какие-то открытия для тебя? Ну, окей, ты понял, что, оказывается, не так это быстро делается, 55 дней, долго, ага. Ну, больше, наверное, не знаю насчет открытий. Может, в людях как-то? Просто, не, вот, люди вообще идеал, просто, ты еще ни одного, там, плохого человека, чтобы, там, как-то стычки, вообще ноль просто. Ну, тут, мне кажется, все от человека зависит, как ты, с какой улыбки начнешь, так и так. Ну, хотя от Морозка хватает везде, по идее, да, они же могут там, а потом, мне сказать, интересно, ты приезжал, ты просто общался с людьми, которыми ты встречаешься, или ты вот именно изучал культуру, ты ходил в музей куда-то, что-то такое, там, приехал, посмотрел, там, вот, посетил какой-то музей. Я, у меня такого, да, вообще, да, в Стамбуле, да, в Стамбуле, там же огромное количество... Так, такого, нет, не было, чтобы пойти, там, изучать, там, их культуру. Нет, я хотел именно, то есть, больше для себя дорогу понять, да, и какие могут быть, то есть, места, где можно остановиться, чтобы другие путешественники тоже могли понять, что может так заехать, допустим. Ты потом можешь посоветовать, как ехать удобнее, так и так, тогда. Да, ну, как-то это не отдастся примечательности. А какой был самый сложный маршрут у тебя, самый такой прям, вот, прям... Самый сложный маршрут это Астрахань и Атарау. Почему? Да, потому что мне сказали, когда я обратно ехал, не езжай туда, не езжай, так мне и как раз-то, значит, надо туда ехать. И в итоге? И все, я там, короче, увидел вот то, что вот отрезок 50 километров, вообще просто нет, дороги нет. Я раза четыре там упал, короче, потом закопался, и меня там дальнобойщики вытаскивают. О, алматинец? Да, помоги. В смысле закопался, это как? Ну, потому что там Солончак, потому что до меня прошел такой ливень, и все. Размыло дорогу, да, полностью? Я там вот с задним колесом, как все, залетел, дальше все, не вырваться никак, не камнями, потому что все, что ты не ложишь, оно все вот так, все вот так лонит и лонит, да. Сколько времени заняли вот эти 50 километров? Блин, долго, кстати. Понятно, понятно. Ой, ну слушай, ты на самом деле очень разносторонний человек. Восемьдесятсот, да. Я была, сколько? Восемьдесятсот, что ли, где-то. Это очень тяжело и морально, и физически. Двадцать километров в час ты ехал там, наверное. Шмар, шмар, ну дальнобойщики спасли, да? Да, ну они вытаскивали, и дальше, я дальше ехал там, все, я сам, я сам дальше. А, ну нормально, нет, люди помогали. Да. Это же классно, классная вещь же, конечно. Конечно, но ты бы тоже, да все бы помогли, когда ты видишь, что педалага тут встрял, и видимо надолго. Да нет, это же не то, что когда в большом городе находишься, там люди как-то немножко эгоистичны, да, к этому, когда ты видишь, где-то одинокие находишься, там вот именно лучшие качества начинают вылезать. Проявляться, да. Да, да. Ну, как говорится, одноразовые друзья, чтобы не узнать, люди, потому что в это время плохое не успевают просто показать. Ну да, о-о-о, по-философски, по-философски. А потому что изначально дети рождаются, люди рождаются добрыми же. Да, да. Если ты ребенку сделаешь больно, он же заплачет, а если ты похвачиваешь, он улыбнется, правильно? То есть изначально люди рождаются добрыми, это потом они становятся злыми, когда приобретают опыт. Да, я не только траву на самом деле хотят кушать. А, как он свое пропихивает, да. А ты вегетарианец, да? Нет, я не вегетарианец. Я вырвал клыб только и все. Я думала, ты таким образом хочешь пропихнуть свой. Ты же еще и диджей. Ты до сих пор продолжаешь эту свою профессию? Да, продолжаю диджейить. У тебя еще бэнд? Нет, у меня сейчас бэнд. Ну, как есть дуэт, то есть там такой сольфульный трек с Дженнисом Мэй. Такой джазовый хаус, короче. Но диджеишь ты, диджеишь, правильно? Да, да. Можно же такое слово употреблять до сих пор. До сих пор диджеишь. С какого года ты начал? С 2006 года еще. О-о-о! Да, у меня еще в Алма-Ате не было. Это еще когда Тропикана был. Да, еще в Тропикане. Тропикан-то я помню, да? Что к тебе ближе, путешествие или музыка? Ну, сейчас уже что-то путешествие становится ближе. Я уже заразился этой темой. А куда дальше хочешь еще? Вот сейчас я хочу на машине с ними уже по Европе прокатиться. А, то есть ты уже прокатился по Европе? Нет, нет, я вот теперь планирую. Так, теперь интересно. Мне подарили просто машину после этого путешествия. Какую машину? Да, ты что, класс. Какую машину? Это Cherry Tiggo. О-о-о, прикольно. Хочу его испытать полностью. Я думала, что подарили вот эту вот большую семейную, которую, знаешь, это американский. Ну, Cherry, кажется, тоже такая немаленькая, да, бывает? Нет, я как раз такую самую маленькую там. Ну, она же, она как это, как... Кроссовер, да. Да, да, кроссовер, кроссовер, да. А есть в планах потом вот взять вот эту... Я забыла, как они называются, машины, где кухня есть, автодомы, автодомы. Конечно, конечно, да, конечно, да. Это же мечта всех просто. Мне кажется, да, почему интересно. Да и вообще путешествовать на мотоцикле и вообще на автодоме, это мечта, мне кажется, у всех. Ну, а на мотоцикле, мне кажется, это такая брутальная мужская такая тема. Ну, да. Все мне друзья говорят, ты миллионы мужчин просто взял и выполнил это. Уделал просто. Просто, ну да, о таком некоторые просто мечтают. Я, например, об этом даже не мечтаю, потому что я знаю, что это сложно. Не, ну потому что, действительно, вот у нас был путешественник, кажется, да, Дашка, мы с тобой были, когда был путешественник, который на велосипеде ехал. Да, 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 да. Домир Кушей. Да, Домир Кушей. А вот ты на мотоцикле. Конечно же, это не то, что на машине сидеть. Я понимаю, что на машине тоже экстремально. Но сидеть на мотоцикле под открытым небом или на велосипеде, это очень жестко. Не, ну, я думал, что вот как приехал, я думал, что я сумасшедший. на мопеде до якутии короче вот декабре выехал и до туда доехал единственным там произошло у него сгорел мопед и обратно ему все-таки помогли купили и он доехал зимой минус 50 на китайском мопеде вот это просто джонни джонни привет кстати уже программа появится на ю тубе поэтому ты можешь сейчас этот отрезок джонни ты красавчик джонни мы тут вся тебе узнали мужчина джонни на русском разговаривает джонни пыль дорог мерха спасибо тебе большое что пришел к нам я безумно рада твоим вы у тебя к служит двое детей когда мы видели с тобой и когда давно у тебя только один ребеночек был еще второй появился семья классно что ты хочешь путешествовать с детьми и семьей вообще всегда маме надо привет мир хакатая ну можно я так скажу потому что все тебя знают вот по и по инстаграм аккаунту больших тебе успехов и удачного путешествия чтобы все произошло самым лучшим образом спасибо большое что пришли к нам в это утро но желаем вам в дальнейшего и дальнейших интересных путешествий и конечно же чтобы вам в вообще на вашем пути меньше экстремальных вещей встречалось да хотя мне кажется он без этого не может мы иногда надо да мы еще пока не прощаемся у нас всего лишь реклама на телеканале алматы ну пока у нас шла реклама к нам подсоединилась наша любимая и верная динара зимула обожаю динара привет привет снова зима снова зима доброе утро на улице идет снег какая прелесть а снег уже кончился до него нет до сих пор идет что-то у тебя не видно совершенно ты что-то под навесом да она сейчас под навесом вон я вижу завона может мне вот так вот в другую сторону в другую сторону по-настоящему летит динара но у нас сегодня какие будут новости про алмату про мировые новости у меня давай давай хорошо давайте тогда начнем пожилой филиппинец превратил свой дом в общественную библиотеку дело в том что более 20 лет назад он выложил примерно 50 книг прямо перед домом на тротуаре а сделает он для того чтобы помочь другим детям дело в том что на филиппинах проблемы с образованием школы переполнены мест нет а также их плохо учат однако в частных школах есть места но не каждый родитель может себе позволить такое дорогое удовольствие и вот как раз таки любой желающий любой ребенок может прийти в его библиотеку и поучиться в его библиотеке кстати более уже тысячи книг и все это бесплатно какая прелесть но мы больше всего меня удивило то что как не удивило я знала что это в мире есть ну что переполненные школы что не могут родители обеспечить детей образованием это конечно очень-очень грустно если остаются не образованы из-за этого очень-очень грустно очень грустно но в любом случае но в любом случае грустно грустно но в любом случае это какой-то положительный положительная вещь то что все-таки люди собрали хотя бы даже на улице да что-то есть тяга к знаниям это очень приятно давай следующий ночью она даже немножко какая-то грустная вроде воодушевляющая но при этом грустно но с другой стороны хорошо то что открыли такую библиотеку ведь дети могут приходить в любое время и учиться отлично да целых тысяч рублей какие набрали уже давай дальше следующая новость одна американка вошла в историю путешествуя в одиночку по всему миру вы любите путешествовать обожаю но не в одиночку а у нас да а у нас сегодня кстати была тема по поводу путешествий да у нас только что гость гость был который попал из алматы в стамбул за 55 дней добрался на мотоцикле ну вот кстати здесь похожая ситуация только она плавала и совершила в одиночку плавание через весь земной шар и это у нее заняло примерно четыре месяца в одиночку это на на это на этой яхте да да это женщина это женщина и получается 29 лет молодец потому что совершал одиночное плавание по всему миру коньяков такой знаменитый путешественник мировой до коньяков хочу отметить то что мужик хочу отметить то что она первая женщина которая вошла в историю и сама молодая кто совершил вот такое плавание молодец молодого браво очень круто сейчас женщины как доказывать мужчинам что для них нет ничего невозможного а можно вот так вот не вот вот так вот не делать это просто уже моя тревожность вошла в чат это у тебя внутри там идет к что такое дрожь так давайте теперь к следующей новости какие у вас были мечты в детстве мой ну а я хотела стать учителем английского потом я хотел стать певицей потом я хотел стать актрисой а телеведущий я кстати прикинь прикинь это круто прикинь все мечты воплотились а вы же а я я мечтал нету начнете это лет где-то может быть в классе 6 7 я думал что буду актером потому что как бы так она судьба распорядилась и я думал что буду актером а потом чисто до этого я даже не задумывался кем я буду как все пар пацаны видимо да как это так ну я буду тем и буду тем и буду новость будет о маленькой десятилетней девочки которая сама самостоятельно садится за штурвал самолета рядом с ней инструктор но девочка уже смело называет себя пилотом возможно она самый юный пилот в истории который самостоятельно управляет самолетом стоит отметить что в 15 лет эми уже сможет летать без инструктора в 16 можно будет получить лицензию частного пилота 18 коммерческого а в 21 пилота воздушного транспорта ты смотри вот тебе всего лишь 10 лет а у нее уже такие результаты это впечатляет ты представляешь 21 году она исполнить все все свои мечты да понимаешь начнет водить line огромный круто 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 где мои десять лет до видимо у нее папа пилот да это папа видимо и обучал ее нет на самом деле нет нет с родителями это не связано как раз таки ее увлечение родители поддержали и переехали даже в другой город чтобы девочка могла заниматься этим обычно бывает такой там отец там это свою дочку там сына сажает давай 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 ты смотри молодцы молодец есть еще одна хорошая новость есть в компании собак выходят на подиум венгерские модели этот необычный показ проходит в будапеште и в центре мероприятия не мода а лохматые питомцы из приюта сейчас им подыскивают новых хозяев однако желающие которые хотят их забрать они не смогут сразу забрать их после мероприятия вначале с ними проведут беседу все объяснят и только после этого они смогут забрать лохматого друга вместе с собой и как раз таки все деньги вырученные от продажи билетов пойдут на помощь приюта крутяк я вот эти новости я люблю все что связано животными да нет молодцы мало молодцы организаторы потому что действительно они помогли и собакам найти своих хозяев да и хозяин помогли найти питомцев это да и вообще помогли приютам это замечательная оказывается у них такая проблема что именно животных из приютов очень редко берут это везде так покупают породисты да хотя из при вообще все что все же у нас животные которые есть у меня у моей мамы у родителей все животные они найденыши спасеныши и это самые благодарные на свете животные просто не столько счастья дарит я с вами согласна вот динара я так поняла у тебя тоже есть какой-то спасеныш дома да кошка есть вот самая благодарная да поэтому вот смотрите почему динара такая счастлива почему я такая счастлива потому что почему жан такие счастливые у нас всегда горят глаза потому что рядом с нами те самые спасеныши мои дочери занимались этим спасением и привозили тоже в приют и мне очень приятно да берите пример с нас из дочери и жанна спасибо большое спасибо вот всегда завершила такими вот животными новостями пожалуйста скажем новостями о животных да спасибо большое ну что ж а мы наверное прервемся на небольшую рекламу сразу после еще прекраснейший певец но интригу держим рекламу ну что ж а мы же обещали чтобы обещали что будет гость у нас вот он уже пришел в студии итак певец назар олжас назар проходите к нам в студию почему только мы танцуем надо гостей предупреждать что надо танцевать они стесняются они приходят и не меня же стесняются мужики в конце концов а тебя вы давно поете вообще да с детства поем а вот это родители родители настояли или вот нет собственное желание в школе все началось и сколько лет в итоге вы поете уже как вот нет но так вот печь чтобы 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 петь вот уже так вот на публику петь а мы вот летом прошлого года начали вот сольную карьеру скажем так дебютную песню выпустили получается еще года нет а почему мы высказали высказали мы с кем это вы наша команда а вас команда чудо продюсер композитор наш до назар а вы что-то заканчивали потом музыкальная школа нет училище почему я учился на вообще я вообще сейчас работают учитель по математике в этом республиканском физмат школе но при этом вы еще и поете да ваши ученики какого возраста какие классы со 2 до 11 практически у меня все классы есть то есть они слушают ваши песни начали до в этом году по идее только потому что я детям не говорил что я пою да ну получается я нигде не выкладывал все это началось год назад когда мы впервые выложили в тик ток как мы поем в короке и все с этого пошло поехала много просмотров много просмотров ну мы просто выкладывали как мы поем в караоке сидим и все многие выкладывают караоке тоже поют караоке да у меня так не набирает ну что вот это все алгоритм тик тока непонятно как работают да 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 именно наши видео начали залетать да но вы нет я просто думал что там что-то у нас покажут не показывает я думаю сейчас покажут для наших телезрителей но все-таки вы не будете бросать школу вы не будите ни в коем случае там такой багаж не хочется еще детей тоже не хочется бросать не это интересно то есть вы с 4 класса мечтали быть певцом не то что мечтали ну перри и все таки вы стали математиком да вы то есть пошли учиться на математика, педагогический институт, да, пошли? Там нет, там была специальность на математик-аналитика. Я сначала учился, посмотрел, что-то мне не понравилось, потом попробовал учительным чуть-чуть поработать, ну, с репетицией. То есть, изначально математика — это ваше любимое дело, вы любите математику? Да, да, да. В школе я вообще закончил на Алтембельге. Вау! Сильно! Чуть-чуть скажу так, мы бы сомневались идти в этот творческий путь или не надо. Вот в этом все началось. Поэтому я не сразу пошел поступать, там, допустим, Джергеянов или... А как сейчас успехи в творческой сфере? Потихоньку, скажем так, есть небольшая аудитория. За год примерно набрали ближе к 20 миллион просмотров в ТикТоке. Это не небольшая, это большая. Большая, ну, скажем так, мы еще сам не ощущаем масштаб. А сколько песен в репертуаре? Пока три. Скоро выйдет еще четвертая песня с клипом. Ну, то есть вы не выступаете где-то на тоях, на праздниках? Предлагает, но, скажем так, у меня пока подходящие репертуара нету, именно для тойских. А у вас не тойские песни? Да, мы больше на эстраду работаем пока. Прикольненько, прикольно. Нет, вот интересно, Назар, получается, вы говорите, ваша команда. Вот обычно, когда у человека там всего три песни, да, ну, как бы один сам пойдет. А вот у вас уже там есть продюсеры, кто-то там еще что-то есть. Это все ваши друзья, что ли? Давайте, давай, сделаем. Ну, получается, я работаю в лейблу. О, мы вашу тренечку сейчас показываем. Да, ID Entertainment. Там, получается, есть Хуат Абель, наш композитор, известный, там он многим нашим певцам писал популярные песни, хиты есть у него. Саунд-продюсер Улан, очень классный аранжировщик на данный момент, потому что делает такие хиты вместе с Ильхан, Садрадин, которые сейчас хитуют у нас постоянно. Вот. Просто я привык постоянно говорить «мы», а то говорю «я», 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 «якоб», вот все, я сам делаю. Но вот когда, когда становятся певцами или начинают петь с детства, они пеют какие-то песни любимые свои. Какие песни вы любили петь еще в детстве? Так как у меня голос больше такой лирический тенор, я лирические песни пою. А вот что именно? Что вы пели в детстве? В детстве, ну, разные песни, там, «Айгулейп», «Ахкугерсен», ну, такие банальные песни, которые поедут на разных школьных берегах. Ну, лирика, да, короче? Лирика, да, в основном. Понятно. Вот из дуэтов, которые бы вы хотели, с кем хотели бы, точнее, спеть в дуэте? Так, нужно хорошо подумать, потому что это могут вырезать и в ТикТок залезть. Не думал, честно. Ну, есть кумиры в нашей эстраде. Ну, кто? Мне очень нравится «Голосомбрея», например. Еще кто из девушек? Жанар Дугалова. Почему бы нет? Очень профессионал из своего дела. Хотелось бы с ними поработать. Конечно, расти надо. Жанар Дугалова, она случайно сейчас не в Америке живет? Она то там, то здесь, да? Не знаю, честно. Ну, у нее, конечно, я тоже ее фанатка. Раньше была, ладно, я сейчас не знаю, даже где она живет. Но это мощнецкий, конечно, голос. Что, как вы думаете, нужно сделать для того, чтобы вот эти люди сами на вас вышли? Сколько просмотров в ТикТоке нужно набрать? Ну, надо прям, не знаю, надо еще несколько лет, мне кажется, поработать. Вообще интересные вопросы возникают в связи с сегодняшним временем. Сколько нужно набрать в ТикТоке, чтобы на тебя пошли люди? Да, это же инка такая. Да, но вот не говорят уже, как он нужно набрать мастерства, чтобы пошли люди, правильно? Это получается, значит, вы поддерживаете то, что человек может без таланта собрать больше народа, да, получается, слушателей. А человек талантливый, который так вот, ну, меньше, он меньше может собрать, да? Да. Но это же не объективно? Это нынешнее время, простите. А, какая-то шина, да? Ну, это же не объективно, в конце концов. Мне нравится, когда люди набирают ТикТоке, потому что они очень хорошо поют и, естественно, работают над этим, да? Вот вы работаете над этим, у вас, то есть, есть команды, вы говорите, да? Да, да, да. А вот сейчас над чем вы работаете? Сейчас мы вот песни пишем, я сам отдельно на вокал хожу, уроки беру частные. А, входите, берете. Да. А, то есть вы еще, вот, для Жана самое главное, что вы продолжаете учиться. Профессионализм, да. Для меня это важно, для меня это важно. Чем больше вы скажете о том, что вы продолжаете учиться, я подсказываю, чтобы вызвать его в жанр, в Жанр. Да, да, да. Потому что вчера у нас был певец, в смысле, с театра опера-балета имени Абая, он пел песню Масты Магомаева, да, он учился в институте, та-та-та-та-та-та-та-та. Я про это говорил? Про это говорю. То есть потом вы все равно будете повышать свой... Обязательно. Конечно, без этого нельзя. Ну, если честно, очень хочется вас послушать. Немножечко стыдно, но ни одну песню я не слушала. Возможно, я ее слышала, как только вы сейчас появитесь у нас на сцене и начнете петь. Для того, чтобы вы появились на сцене и подготовились, нам нужно прерваться на небольшую рекламу на телеканале Алматы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Милые черты всегда нарядно, Милая Диона Марабана Почему ко мне тебе спрощадно, Жанна Мау? Милая улыбка ненаглядна, Как же ты манишь невероятно, Только ты ко мне тебе спрощадно, Жанна Мау? Милая улыбка ненаглядна, Жанна Мау? Милая улыбка ненаглядна, Жанна Мау? Вау, как по современному оказывается. Да, такая интересная хорошая песня. Я вам хочу сказать, вам однозначно надо продолжать. Это все вот именно то, что сейчас любит новое поколение. Да, мы тоже с тобой новое поколение. Да, да, да. Да, да, спасибо вам большое. Ну а мы вам говорим до завтра. Пока-пока, увидимся завтра уже. Пока-пока. Прощай, любовь, не говори. До завтра.